На моих часах 17.03. Давайте начинать. Сегодняшняя лекция получилась несколько большой, поэтому я решил ее разбить на две части. Мы вообще будем говорить... Да, господа, если вдруг вам несложно включить, было бы очень круто, если бы вы включили камеру, чтобы мне видеть вас, кого-нибудь. Вот. Спасибо огромное всем, кто включил. Давайте начинать. Сегодня мы будем говорить про репликацию, каширование и слабые модели консистентности. Итак, давайте начнем. Зачем нам вообще нужна репликация? Какую проблему мы решаем? Представим, что у нас есть хранилище данных, куда мы можем ходить за какими-то данными, где мы можем эти данные запрашивать, где мы можем эти данные изменять, удалять, добавлять. И пока хранилище данных живет на несбойном узле, все замечательно. То есть клиент делает запросы, клиент получает ответы, все хорошо. Проблема начинается тогда, когда узел, на котором расположено хранилище данных, по какой-то причине ломается. В таком случае клиент не может получить данные, он не может исполнять никакие запросы, не может получить ответы. У нас клиент вообще не может исполнять операции, у нас вся программа простаивает. Как мы будем проблему решать? Первое решение – это так называемый лидер-фолловер репликации. Мы будем хранить копию данных на нескольких узлах. Важно, что это не ближе не к шардированию, когда мы на каждом узле хранили свой кусочек данных, а это ближе к Replicating State Machines, концепции, которые мы рассматривали на предыдущих лекциях. То есть на каждом узле распределенной системы у нас хранятся одни и те же данные. При этом один узел, выделенный, является лидером. Он может принимать запросы на чтение и запись. Остальные узлы являются репликами. Их может быть много, и они принимают запрос только на чтение. Тут важно то, что у нас не происходит какого-то выбора лидера. Нам не нужно приходить по поводу выбора лидера к консенсусу. У нас есть один заранее выделенный лидер, который назначен, скорее всего, администратором. И именно он может принимать запросы на запись. Остальные принимают запросы только на чтение. Какие преимущества такого подхода? Мы можем читать из любой реплики. Следовательно, мы увеличиваем пропускную способность на чтение. То есть наша система потенциально обслуживает больше запросов на чтение, чем просто база данных расположена на одном узле. Но не на запись. Потому что запись все так же принимает только один узел. Далее. Мы можем читать из ближайших к нам реплики. Ближайшие в смысле географические. До ближайшей реплики у нас сообщения идут меньше всего по времени. Следовательно, мы уменьшаем задержку чтения. Но не записи. Потому что запись все так же принимает только один узел. Казалось бы, мы вот только чтение можем масштабировать, запись масштабировать не можем. Вообще это не проблема, потому что... Вернее, проблема, но небольшая. Потому что для большинства реальных приложений в них чтений гораздо больше, чем записей. На порядок, может быть, даже на несколько порядков больше. Решение для масштабирования записей мы тоже рассмотрим, но чуть позже. И в-третьих, мы храним данные в нескольких копиях. Это увеличивает надежность системы. Потому что если одна из реплик недоступна, мы все равно можем читать данные из любой другой. А вот что случается, если недоступен лидер, мы рассмотрим подробнее чуть дальше. Например, представьте себе, что у нас есть сайт. И сервер для этого сайта, который раздает статический контент, находится где-то в Москве. Вот сервер. У сайта есть огромное количество статического контента, так называемого. Это данные, которые необходимо загрузить для того, чтобы корректно отобразить сайт. Это могут быть HTML, стили, картинки, шрифты, скрипты. И всего этого могут быть какие-то безумные мегабайты для современных сайтов, для того, чтобы отобразить только главную страницу. И предположим, что у нас есть клиент, который живет где-то на Дальнем Востоке. Если клиент будет запрашивать у одного единственного лидера, у одного сервера, и весь статический контент, то статический контент до него будет идти очень долго. И главная страница сайта у него откроется через несколько секунд. Какое решение мы используем? Мы заводим новый сервер, реплику. И клиент может читать с нее весь статический контент, который необходим ему для того, чтобы сайт можно было просматривать. Заметим важное, что контент, нужный для открытия сайта, не зря называется статическим. Он практически никогда не меняется и никогда не меняется клиентом. Следовательно, задержка на запись и пропускная способность записи в этом смысле нас не волнует. Нас волнует только то, за сколько человек сможет загрузить наш сайт, за сколько наш сайт от него отобразится. И то, сколько вообще человек одновременно смогут загружать данные, необходимые для работы сайта. То есть шрифты, скрипты, картинки, стили, HTML. Такие решения называются CDN, они же Content Deliver Network, они же система доставки контента. Там решения, основанные на лидер-фоллвере, репликации, очень популярны, потому что писать данные никогда не нужно. Практически никогда. Клиентам точно никогда. А читать нужно много, часто и буквально на каждый заход на сайт. Хорошо. Вообще, небольшое замечание по терминологиям. Раньше такое решение называлось Master Slave. Сейчас частью сообществ считается, что термин Master Slave некорректный, потому что он указывает на неприемлемые практики, на практики рабовладения, и предлагается переименовывать во всех или почти во всех проектах, где этот термин используется, на что-то более нейтральное. Соответственно, можно встретить в литературе очень много упоминаний. Это и лидер-фоллвер, и праймари-реплика, и мастер-паппет, и ведущий ведомый, и мейн-стендбай. И встретив любое абсолютное из этих употреблений, не нужно впадать в панику, думать, что это какая-то новая технология, которую вы не знаете. Это просто вот одна и та же технология, просто под разными названиями. Ну, я предпочитаю лидер-фоллвер. Мы будем все это реализовывать. У нас есть лидер, который принимает запросы на запись. И у нас есть реплики, которые принимают только запросы на чтение. Соответственно, когда у нас приходит на лидера запрос на запись, лидер должен каким-то образом оповестить реплики о том, что он обслужил запрос на запись, и пересылать необходимые изменения для того, чтобы реплики внесли эти изменения в свои локальные базы данных. Соответственно, нам нужно неким образом с лидера пересылать изменения на реплики. Как мы будем это делать? Вариант первый – это репликация на уровне команд. Лидер будет рассылать только исполненные команды. Просто в текстовом виде. Скажем, если на лидер приходит команда вида «Вставить значение такое-то в базу данных», то он и на реплике пересылет ровно ту же самую команду «Вставить значение на реплике». Плюс в том, что мы пересылаем очень немного данных. То есть на одну исполненную команду мы пересылаем только эту самую исполненную команду. Потому что команда потенциально может затронуть очень большое количество данных, но сколько бы данных команда не затронула, мы пересылаем только ее саму. Да, еще небольшое предупреждение. Тут на слайдах есть немножко SQL. У вас пока баз данных не было, вы не обязаны уметь читать SQL. Поэтому если будут какие-то вопросы, задавайте. Я постарался сформулировать запросы как можно проще в терминах SQL, но допускаю, что вам может быть что-то непонятно. Хорошо. В чем проблема этого подхода? Да, я слушаю. Делать мы будем это синхронно или асинхронно? Про это тоже поговорим. Сначала давайте решим, что будем пересылать, потом решим, когда будем пересылать. В принципе, руку можно не поднимать, можно просто брать, прерывать. У нас не так много, чтобы лекция превратилась во что-то непотребное, если вы будете меня прерывать. Хорошо. В чем проблема данного подхода? Очень много сообщений. Да нет, сообщений не очень много. Почему? Ну, то есть получается одно сообщение к условно лидеру, это, ну, столько же сообщений, сколько и фолловеров. Да, мы с этим тоже разберемся. Пока давайте представим, что каждому фолловеру послать сообщение – это недорого. Мы потом разберемся с тем, как посылать сообщение не каждому фолловеру. Тут данных как раз-таки очень немного, потому что на каждую исполненную операцию мы пересылаем всего одно сообщение. В принципе, это, я бы сказал, даже мало. Проблема в том, что у нас команды бывают недетерминированные. Например, вот здесь мы по ключу 42 пишем в базу некое случайное значение. Соответственно, если исполнить команду random на лидере, на первой реплике, на второй реплике, то будет очевидная проблема в том, что команда random на всех трех репликах даст разные результаты. Опять же, какие еще будут недетерминированные команды? Ну, самая известная вот команда now, которая считает текущее время. В принципе, вот эта проблема не страшна, потому что вместо функции недетерминированной мы можем пересылать на реплику результат ее исполнения. То есть мы пересылаем не команду random, а какое-то число. Вместо команды now мы пересылаем число timestamp, подсчитанное на лидере. Гораздо страшнее вторая проблема в том, что команды вообще-то могут применяться в разном порядке. У нас же команды исполняются конкурентно. И вот рассмотрим две такие команды. Команда номер 1 все значения, равные единице, делает равными двойке. И команда номер 2 все значения, равными двойке, делает равными единице. Представим, что у нас есть тут значения, равные единице. Если сначала применилась команда A, а потом команда B, то значение сначала стало двойкой, а в итоге стало тройкой. То есть в итоге у нас получится тройка. Если же сначала применилась команда B, а потом команда A, то значение останется единицей, Потому что команда B меняет только двойки на тройку. Потом команда A сменит единицу на двойку. То есть у нас... Индексировать команды. Да, 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 мы сейчас к этому и придем. То есть у нас порядок команд важен. И если у нас для какой-то записи, вот, например, для записи value равно 1, на лидере порядок исполнения был определенный, скажем, сначала A, потом B, то на всех репликах порядок должен быть именно такой. Одинаковый на всех репликах. Вот. На самом деле мы уже знаем, как это сделать, потому что мы уже обсуждали журналы. Все же помнят, что такое журналы. Мы про них говорили в контексте RAFTA и в контексте транзакций. Все же помнят, что такое Redo, Undo, Log. Давайте, если кто-то не помнит, задавайте вопросы. Хорошо. Ну, если кто-то не помнит, мы дальше будем обсуждать. Каждая реплика у нас ведет в журнал изменений. У нас есть записи в журнале. Это вот ровно то предложение упорядочивать записи. Вот в журнале они как раз упорядочены. Вот первый, последний. И давайте будем пересылать. Каждая запись имеет вид. У объекта O изменить поле F со значением X на значение Y. Ну, то есть вот такие очень простые по формату записи. И будем пересылать не запросы исполняемые, а журнал. Ну, вот здесь, например, у реплики есть только три записи, а у лидера их пять. Ну, соответственно, вот двух записей нет. Вот этих вот. Давайте их перешлем. Хорошо. В чем проблема? В том, что мы стали пересылать гораздо больше команд. Гораздо больше сообщений. Потому что одна команда на самом деле может изменить не одну запись, а сразу много. Например, представим команду, которая прибавляет каждому значению в базе данных единицу. Она изменила каждую запись в нашей базе данных. Но на самом деле плюсы и подходы перевешивают эту минусу. Потому что у нас есть определенный порядок. Вот он. Он задан от первой к последней записи. У нас есть полный детерминизм. То есть у нас вот такой простой формат записей. Объект поля. Старое значение, новое значение. Там просто нет возможности сделать какой-то детерминизм. Там нет возможности написать функцию random. Там нет возможности написать функцию now. И, разумеется, мы не будем пересылать записи откачанных транзакций. Если на лидере некая транзакция завершилась откатом, то, как мы знаем, откачиваемая транзакция не меняет состояние базы данных. Следовательно, почему мы вообще должны ее... Зачем ее пересылать? Если она никак не меняет состояние нашей базы данных. Давайте ее не пересылать. Хорошо. Неочевидные преимущества. Вот как мы увидели, у записи журнала очень простой формат. Там просто по факту есть объект, поле, старое значение, новое значение. А вот так может выглядеть команда. То есть, ну вот это правда такие, сколько команды существуют. И не то, что ее исполнение, даже ее парсинг, это уже задача не для слабонервных. И, разумеется, команды вот такого формата на репликах применять значительно проще, чем команды вот такого формата. Поэтому реплика на самом деле будут гораздо меньше загружены, потому что они не будут вспоминать сложные SQL-команды. Хорошо. Вот был вопрос про синхронную-синхронную репликацию. Давайте поймем, когда лидер сообщает клиенту, что его операция завершена. Отход номер один – синхронная репликация. Лидер сначала применяет изменения локально. Потом пересылает его на все реплики. Реплики тоже применяют у себя эту операцию локально. И только после этого мы помечаем… Мы после того, как все реплики сказали, что да, мы применили операцию, лидер помечает данные как закомиченные. А мы помним еще с курса конкарнси, что не закомиченные данные мы не читаем. Если данные не закомичены, то их считается, что их нет. И только после того, как нам все реплики сказали «Окей, я применил данные локально», Мы отвечаем клиенту, что его операция завершена. Отход номер два. Асинхронная репликация. В этом контексте лидер получает запрос, применяет операцию локальным и отвечает, не дожидаясь реплик. И где-то там в фоне произойдет пересылка на реплику. То есть, вот как у нас произошли ответы, вопрос-ответ, а вот где произошла у нас репликация. То есть, в этом случае мы не ждем, пока реплики получат и сменения подтвердят их. Преимуществом такого подхода является то, что мы можем не каждый запрос пересылать, а группировать их. Например, здесь лидер исполнил запрос А, исполнил запрос Б, А переслал сразу два запроса. Пересылает сразу одновременно запрос и А, и Б. Преимущество такого подхода в том, что у нас сеть менее загружена, по сети гоняется меньше метаданных. Например, вот здесь реплика подтвердила всего одним ОК. То есть, там в синхронной репликации у нас нужен ОК на каждую операцию. Здесь нам нужен один ОК на две операции. Хорошо. Понятно ли, чем синхронная репликация отличается от синхронной? Хорошо. А что у нас с актуальностью данных? В синхронной репликации, если лидер сообщил клиенту о завершении операции, то эта операция применена на всех репликах. Следовательно, каждая реплика содержит актуальные данные. И состояние каждой реплики актуально состоянию лидера. Следовательно, при чтении с любой реплики мы получаем один и тот же результат. Это консистентный протокол. Следовательно, по каптеореме. Все помнят каптеорему? Если нет, давайте я напомню. Если нет, лучше скажите, я напомню, и мы пойдем дальше. Хорошо. В общем, по каптеореме, если у нас есть консистентность, то мы должны пожертвовать доступностью. Дальше мы увидим, где мы, собственно, в синхронной репликации жертвуем доступностью. А вот мы это видим. Например, у нас упал один узел. Притом этот узел не лидер. Этот узел реплика. Клиент получил запрос на изменения, локально его применил, у него все получилось. После чего пытается отправить сообщение на упавшую реплику. И, разумеется, у него не получается, потому что реплика упала. И коммит мы сделать не можем, потому что мы не получили подтверждение упавшей реплики. Таким образом, у нас при недоступности любого узла, не только лидер, но и реплики, система не может обрабатывать запросы на запись. Зато мы можем обрабатывать всегда запросы на чтение и получить актуальные данные на любом доступном узле. То есть, у нас любая реплика содержит актуальный снимок данных, поэтому мы можем на любой абсолютной реплике исполнять читающие запросы. Касательно замены лидера. Если у нас лидер упал, вообще мы можем заменить его в любой из реплик, потому что любая реплика содержит актуальные данные. Такой процесс, когда у нас упавший лидер меняется на реплику, называется фейл-овер. Важно, что в системе ни в какой момент не должно быть двух лидеров, потому что если у нас в системе два лидера, то они оба принимают запросы на запись, они могут принять конфликтующие запросы, все сломается. Поэтому сначала мы должны выключить старого лидера. Каким-то образом. Например, можно изолировать его на уровне сети, чтобы он не мог посылать, принимать сообщения. Можно, ну, конечно, слишком экстремальный метод, но взять и добить его молотком, чтобы точно знать, что он упал. Но в любом случае, сначала старого лидера выключаем, потом нового лидера включаем. Соответственно, процесс обычно координируется с человеком, который уверен в том, что старый лидер точно умер, новый лидер точно начал работать. Какие есть подводные камни? У лидера есть последняя операция, о завершении которой он не успел просигнализировать клиенту. Если он отреплицировал ее хотя бы на один узел, вот здесь, например, он отреплицировал ее на... на второй узел, но не отреплицировал на первый. Что делать с этой операцией? Во-первых, заметим, что если лидер отреплицировал эту операцию на второй узел, то значит, он ее успешно применил. Вот здесь он ее успешно применил и пошел реплицировать. И упал. Значит, клиент, пришедший на второй узел, если он где-нибудь здесь, на второй узел пришел клиентский запрос, он мог увидеть результат этой операции. Значит, мы не можем просто взять и отменить, сказать, что этого не было. Поэтому из двух реплик мы назначим новым лидерам именно вторую реплику, потому что она содержит полные данные. А первая реплика вот не содержит одного кусочка данных. И вторая реплика должна отреплицировать на всех остальных. Понятно ли это? Что, едем дальше. А если у нас лидер не отреплицировал операцию никому, то есть вот у лидера есть третья запись в логе, но ее нет ни у первого, ни у второго, ни у второй реплики, мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем эту операцию просто отменить и забыть, сказать, что такой операции не было. Ну или что эквивалентно, она завершилась неуспешно. Этот транзакт завершился откатом. Потому что, заметим, что лидер не объявлял о коммите, о коммите лидер объявляет только когда он получил данные со всех реплик, что все реплики применили операцию локально. Он не отправлял запрос клиенту о том, что операция завершена. Следовательно, никто чисто... И ни одна реплика его не получила. Следовательно, даже чисто теоретически у нас лидер, у нас об успешном завершении этой операции никто не мог узнать. Следовательно, мы просто берем и говорим. Эта операция завершилась неудачей. Качанная транзакция. Хорошо, давайте дальше. А что с недоступными узлами вариантов пряосинхронной репликации? Если у нас недоступная реплика, то система все равно может оборабатывать любые запросы, в том числе на запись. Потому что у нас лидер не ждет, пока все реплики ему ответят. Проблема в том, что если лидер упал, то мы не можем провести, как вот здесь, замену без потерь. Потому что потенциально у каждой реплики не хватает какого-то суффикса данных, суффикса журнала. Можно ждать, пока лидер поднимется. В таком случае мы теряем в доступности очень сильно. Потому что если у нас упал лидер, то мы вынуждены ждать, пока лидер поднимется. И в это время мы не можем вставлять запроса на запись. А можем потерять немножко данных, но потерять минимальное количество данных. Что мы будем делать? Предположим, что у нас упал лидер. И вот у лидера было пять записей в логе. У второго узла три, а у третьего узла два. Если мы назначим первый узел лидером, то мы потеряем две записи. Четвертую и пятую. А если мы назначим второй узел лидером, то мы потеряем три записи. Третью, четвертую и пятую. Разумеется, мы хотим терять как можно меньше данных. Поэтому мы назначаем именно первый узел новым лидером. То есть мы делаем новым лидером реплику с самым длинным журналом. Ну и как обычно, мы не забываем, что в системе не должно быть двух лидеров. Проблема в том, что у нас нарушена дюрабилити, которая вообще-то очень важная свойство от транзакции. Потому что вот лидер сказал клиенту, что его операция успешно завершилась, а лидер в асинхронной репликации не ждет, пока нам ответят все реплики. Но мы потеряли эти данные. И вот здесь данные этих двух транзакций, четвертой и пятой, мы потеряем. Это проблема, но зачастую с ней люди согласны мириться для того, чтобы у нас была высокая доступность. Потом можем поднять старого лидера. И посмотреть, вот у старого лидера есть лог, и у нового лидера есть лог. Но есть один нюанс. Префикс лога совпадают. А суффиксы могут не совпадать. Что делать с несовпадающими суффиксами? Ну, потому что понятно, вот эти данные мы потеряли, когда сделали реплику новым лидером. А вот эти данные реплика, пока была новым лидером, успела обработать. В принципе, мы можем каким-то образом постараться эти суффиксы объединить. Проблема в том, что вообще-то не всегда возможно. Представим себе кива или базу данных. Вот старый суффикс. Вот новый суффикс. И синие. Вот эти вот синие записи могут быть объединены без проблем, потому что здесь мы пишем по ключу B, здесь по ключу A, здесь по ключу C. Конфликтов нет. Проблема в том, что бывают конфликты. Вот здесь по ключу K мы записали значение 4, а вот здесь по ключу K мы записали значение 5. Это просто конфликтующее значение. K не может быть равно и 4, и 5 одновременно. Вообще, способ борьбы с конфликтами мы уже знаем. Называется CRDK. Иногда можно придумывать метод бесконфликтного объединения записи в логе. Например, пусть мы считаем число посетителей некого сайта. То есть, человек заходит на сайт, мы прибавляем единицу. Ну, соответственно, вот так будет выглядеть лог. И URL сайт, на который зашел человек, и плюс единичка, чтобы показать, что у нас новый человек зашел на сайт. Для объединения суффиксов можно просто один суффикс приписать в конец другого. Все будет абсолютно консистентно. То есть, здесь конфликтов не бывает в принципе. Проблема в том, что иногда записи из нового суффикса не имеют смысла без записи из старого суффикса. Представим, что мы сейчас считаем не число пользователей, находящихся, не число пользователей, которые заходили на сайт вообще за всю историю, а число пользователей, которые прямо сейчас находятся на сайте онлайн. Следовательно, вот если у нас пользователь заходит, мы прибавляем единичку. Если он с сайта выходит, мы отнимаем единичку. Ну, заметим, что вот у нас старый суффикс. В нем на сайт 2 зашли два человека. Потом у нас падает реплика. Мы новую реплику восстанавливаем. Вот здесь у нас с сайта 1 ушел один человек, и с сайта 2 ушло два человека. Заметим, что если мы посмотрим на новый лог, на лог, находящийся на новом лидере, вот на весь его, то на сайте 2 онлайн будет минус 2 человека. Потому что на него никого не заходило, но два человека вышли. Разумеется, в такой случае мы можем взять и написать 0 вместо минус 2, потому что, ну, мы понимаем, что люди ушли, мы потеряли информацию об уходе людей, вернее, люди пришли, мы потеряли информацию об их уходе, но, с другой стороны, потом люди ушли, и вот эту информацию мы не потеряли. Следовательно, давайте просто считать, что людей на сайте в данный момент нет, раз они приходили и вот уже ушли. О том, что они ушли, мы точно знаем. Собъединение тоже нужно быть аккуратным, потому что вот здесь, если посмотреть на объединение, когда мы просто старый лог приписываем в конец нового, то у нас пользователи сначала ушли, потом пришли. Вообще, с CRDT нужно быть очень аккуратным. Нужно дважды подумать о том, как вы спроектировали ваш CRDT, о том, правильно ли вы это сделали, а то не будет ли у вас каких-то неочевидных проблем, когда вы будете объединять их. В общем, CRDT это сложно. Вот. Тут спрашивали, а не посылали ли вы слишком много сообщений. На самом деле, посылаем. Потому что чем больше реплик, тем больше времени нужно потратить лидера, чтобы переслать на каждую весь журнал. Это, разумеется, ограничивает масштабированность, потому что если у нас две реплики, то на две реплики журнала мы разыслаем очень быстро. А вот если у нас тысяча реплик, то разослать журнал на тысячу реплик, это уже сложно. Что мы будем делать? Решение номер один – каскады репликации. У нас есть реплики нулевого уровня, реплики первого уровня и так далее. Ну, то есть все это выстраивается в древовидную структуру. И лидер пересылает не всем репликам изменения, а только репликам нулевого уровня. Реплики нулевого уровня, в свою очередь, пересылают змеи репликам первого уровня, а те репликам второго уровня и так далее. Таким образом, построив такую древовидную структуру, у нас лидер будет тратить относительно немного времени. То есть заметим, что здесь у нас всего реплик 6 штук, а лидер пересылает только двум. Хорошо. Что еще можно делать? Еще можно делать госсип. Госсип у вас был на прошлой паре, так? Господа, скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с термином госсип? Ладно, возможно, не знакомы. Давайте я вам в всякий случай поясню. Госсип переводится как сплетни и название очень хорошее, потому что это протокол, судя которого является следующее. У нас все узлы системы будут объединиваться информацией. То есть каждый узел системы будет пересылать другому узлу всю информацию, которую он знает. Например, у нас протокол госсип применяется в контексте пересылки логов. Лидер будет пересылать не всем репликам журнал, а только некому подможеству. Одной, двум, трем, неважно, подможеству. И дальше реплики сами будут рассылать друг другу недостающие фрагменты. То есть реплики сами будут друг с другом общаться, друг другу сообщать, какого фрагмента у них нет, и пересылать недостающие фрагменты. Например, вот здесь вот на лидере у нас шесть записей. На этой реплике у нас есть записи с первой по третью и пятая. А четвертой записи нет. Ее вот нет. Здесь, в свою очередь, есть четыре записи на второй реплике, но нет пятой. Реплики могут друг другу послать сообщение, и первая реплика скажет второй, что у меня нет четвертой записи. В свою очередь, вторая реплика скажет, что у меня нет пятой записи. Таким образом, они обменяются недостающими записями, и у них будет почти полный комплект. Полный комплект будет, когда лидер кому-нибудь шестую запись пошлет. Тут заметим, что у нас могут... Если раньше у нас репликация шла в правильную последовательность, мы всегда пересылали только префикс. То есть у нас на каждой реплике был доступен префикс лого и недоступен какой-то суффикс. То здесь, с использованием протокола госи, у нас может быть не префикс, а вот у нас могут быть некие дырки. То есть вот здесь у нас есть первые три записи, есть пятая запись, но четвертой записи у нас нет. Что мы будем с этим делать? Каждая реплика будет считать подтвержденный, только кусочек до первой дырки. Вот эту запись, пятую. Она подтвержденной считать не будет. Подтвержденной записью пятая станет только тогда, когда нам придет четвертая запись. Вот. Понятно ли это? Хорошо. Как можно применять асинхронную репликацию? Применение номер раз, снимки данных. Ну вообще, я думаю, все понимают, зачем нужны снапшоты. На всякий случай проговорим. Применение снапшотов номер раз для бэкапа. Мы хотим время от времени наши данные сохранять и класть их в какое-нибудь хранилище, где они точно не потеряются. Чтобы если у нас в базе данных что-то нехорошее случится, например, просто умрет узел, на котором она лежит, умрет жесткий диск, на дата-центр упадет метеорит, дата-центр сгорит, а дата-центры время от времени горят, чтобы мы не потеряли данные. Второе, часть применения снимков данных, которые есть практически у всех, это аналитика. Мы хотим считать аналитику не по данным, которые чаще всего, не по данным, которые меняются в реальном времени, а по данным, которые некоторым образом статичны. Например, по всем данным за прошлый месяц мы хотим почитать аналитику. Поэтому мы аналитику будем считать... Ну, во-первых, аналитические вопросы необычно тяжелые, они обычно нагружают базу данных. И чтобы не нагружать базу данных, которая работает прямо сейчас в онлайне, обслуживает клиентские запросы, мы будем считать аналитику по снимку данных, который мы с базы взяли, положили в какое-нибудь хранилище отдельное, и на нем можем считать любые запросы. Как вообще мы делаем снимки? Мы подключаем к лидеру новую реплику в асинхронном режиме. То есть здесь передача данных происходит в асинхронном режиме. Лидер начинает передавать на него префикс лога. Когда мы поняли, что получили достаточно операций, скажем, получили все записи за нужный период, скажем, за предыдущий месяц, мы эту реплику просто берем и отключаем. Таким образом, у нас на реплике есть все записи с первой по n, то есть у нас есть некий префикс. Мы можем по этому префиксу пройтись с первой по n записи и восстановить актуальное значение данных на момент n записи. Вот два примера снимка я уже вам рассказал, давайте скажу еще третье. Что происходит при инициализации новой реплики, когда мы хотим подключить к лидеру новую реплику? Проблема в том, что для того, чтобы новую реплику инициализировать, на нее необходимо передать префикс данных. Ну, потенциальный префикс, который равняется всем данным в существующем системе. Данных в системе, в принципе, то есть журнал очень большой, потому что он с каждой операцией только растет, он никогда не уменьшается. Ну, поэтому называется append only. Это проблема. Придуманно растет очень и очень сильно. Следовательно, чем дальше, тем больше времени мы будем затрачивать на то, чтобы подключить реплику. Просто подключить. И до актуального состояния ее довести. Поэтому давайте мы будем не пустую реплику подключать, а реплику, содержащую некий снимок данных. Как было понятно из этого слайда, мы для снимка данных знаем, сколько в нем содержится записи в логе. Пусть мы подключаем реплику, которая содержит снимок данных, соответствующий позициям в логе с первой по n. Следовательно, передавать можно начинать не с первой позиции, а с n плюс первой. То есть вот здесь позиции с первой по третьей у нас уже есть, и мы начинаем передавать с четвертой позиции в лог. А первую позицию, вторую, третью мы не передаем, мы считаем, что они уже есть. Понятно ли это? Хорошо. Ну, небольшой практический совет, что разные реплики могут работать в разных режимах. И у нас может быть одна синхронная реплика, на которой мы переключимся в случае падения мастера, а остальные реплики могут быть асинхронными. Соответственно, их мы используем для высокой доступности, чтобы с них можно было читать и так далее. И чтобы при их падении у нас система не вставала и не говорила, я больше не могу исполнять запрос. Вот в таком случае падение данных, потери данных не будут происходить. Ну, если у нас не упадут одновременно и лидеры синхронная реплика. В таком случае, да, потеря данных может случиться. Проблема. У нас асинхронная репликация – это протокол с высокой доступностью. И как следует из капте аремы, мы, скорее всего, проиграем на консистентности. Давайте посмотрим, как мы проигрываем именно. Допустим, у нас есть два клиента – A и B. Клиент – B пишет по ключу K значение 5. Ну, и лидер ему отвечает. После чего клиент – A, B посылает клиенту A некое сообщение. Суть этого сообщения не важна. Важно только, чтобы вот между этой точкой, точкой запроса на запись и точкой запроса на чтение было отношение Habits Before. После чего клиент запрашивает ключка и запрашивает его не с лидера, а с реплики. Ой. А на реплику заметим, что вот запрос клиента пришел в этом промежутке. А репликация произошла только вот здесь. Следовательно, реплика ответит, что ключака не существует. Проблема. Мы записали ключка. Вот мы его записали. Мы его прочитали. И получили, что ключа не существует. Ну, это достаточно очевидное нелинеризуемое исполнение. Всем ли очевидно, что здесь исполнение нелинеризуется? Хорошо. Давайте посмотрим, с точки зрения каптиаремы, мы что вообще можем сделать с такими исполнениями. Вот синхронная репликация – это протокол C, консистентный. Если там с доступностью все плохо, мы на это согласны. Но вот синхронная репликация – это не А и не Ц протокол. Потому что… Ну, о том, что у нас нет консистентности, мы уже увидели на этом слайде. А давайте посмотрим, почему у нас нет доступности. Потому что представим себе систему, когда в случае падения лидера мы не делаем файловер. В такой системе в случае падения лидера мы не можем вслуживать запроса на запись. Зато можем на чтение. То есть у нас есть частичная доступность. Консистентности тоже нет. То есть консистентность у нас пропадает не тогда, когда у нас происходит файловер. А вот здесь у нас лидер не падает. Давайте я все это сотру. То есть заметьте, что в такой системе у нас ни один узел не падал. Но консистентности все равно нет. То есть такая система, в которой мы не делаем асинхронную репликацию, в которой мы не делаем файловер, не является ни C протоколом, ни А протоколом. Зато у нас есть Eventual Consistency. Вы знаете, что такое Eventual Consistency, правда? Да, у вас должна была быть лекция про CRDK, где вам рассказали, что такое Eventual Consistency. Почему она здесь есть? Потому что в отсутствии записей каждая реплика получит весь журнал. То есть Eventual, каждая реплика получит весь журнал. Если вдруг в системе не будет записей. Ну, типичная Eventual Consistency. Понятно ли, почему она здесь есть? Хорошо. Вот, то есть важно понимать, что с точки зрения каптеоремы у нас бывают не только C-протоколы и A-протоколы. Бывают протоколы, которые не являются ни тем, ни другим. Типичный случай – синхронная репликация без фейловера. Давайте посмотрим на слабые модели консистентности. В чем вообще суть? Мы не хотим запрещать все нелинейные резюме исполнения. Например, вот такое нелинейные резюме исполнения мы запрещать не хотим. Потому что если мы запретим все нелинейные резюме исполнения, у нас будет… то мы получим консистентный протокол и потеряем доступность. Мы в доступности терять, разумеется, не хотим. Поэтому все нелинейные резюме исполнения мы запрещать не хотим. Но давайте подумаем, какие нелинейные резюме исполнения самые злостные. Какие отрицательно влияют на пользовательский опыт. И придумываем алгоритм, который избегает вот таких вот особо злостных нелинейные резюме исполнений. Понятна ли мотивация? Собственно, такая тема называется слабые модели консистентности. Потому что они слабее, чем просто консистентность, чем линейные резюме. Потому что мы допускаем некоторые нелинейные резюме исполнения. Но некоторые особо злобные будем запрещать. Поэтому мы вроде как модели консистентности, потому что мы некоторые исполнения запрещаем. Но с другой стороны мы слабые модели консистентности, потому что мы строго слабее линейные резюме. хорошо первая проблема называется чтение первой модели консистентность называется чтение собственных записей рассмотрим вот такую систему клиент пишет значение 5 по ключу к лидер ему отвечает после чего клиент запрашивает у реплики значение по ключу к и заметил что на реплику вот здесь вот пришел запрос от ли от пользователя и только вот здесь пришло сообщение репликации то есть реплика отвечает что такого ключа нет очевидно то проблема которая может отрицательно повлиять на пользовательский опыт например вы заходите на сайт пишите сообщение обновляете страницу и она исчезла проблема вот это точно плохо влияет на пользовательский опыт такому точно хотим запрещать давайте подумаем как можем запретить ну соответственно метод номер один это чтение из лидеров представим что нашей системе пользователи могут менять свои данные и у каждого пользователя мало своих данных и читать чужие данные чужих данных много например такой сайт это сайт с объявлениями авито headhunter юла циан что угодно ну например например headhunter у нас есть наше резюме которым можем и читать и писать и у нас есть объявление от о вакансиях компании которые мы по понятным причинам менять не можем их можем только читать поэтому у пользователя мало данных которые он может читать у молдана которым может писать но много чужих данных которые может только читать так вот давайте свои данные которые мы можем читать которые можем изменять будем читать с лидером а чужие с реплик таким образом всегда будем читать собственной записи за меня что вот здесь вот мы просто не будем запрашивать у реплики а запросе просто у лидера и лидера нам вернем значение 5 честно ну еще пример таких систем это профиль социальных сетях у нас есть один профиль который мы можем изменять и читать а чужие профили может только читать разумеется если для системы неверно что мы можем читать только мы можем менять только ограничен набор данных то есть работа не очень хорошо потому что если скажем представить себе патологическую систему где пользователь может менять вообще любые данные проблема очевидна то мы все данные будем читать с лидера и зачем вообще репликация она таким образом получается бесполезно потому что все чтения должны быть обслуженный лидером хорошо метод номер два называет запоминание номер записи когда клиент делает некую запись например вот такую запись и получает ответ он получает не просто ответ он получает номер записи в журнале который соответствует нашей исполненной транзакции например вот здесь третий запись клиент у себя этого запоминает третий после чего мы если мы хотим сделать запрос на реплику мы спрашиваем не просто запрос а спрашиваем еще вдававок к запросу какой у тебя последняя запись в логе скажем вот мы спросили у первой реплики и у нее третий записи нет она вернула нам ответ 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 нул ответ неправильный разумеется и сказала что последний запись логи это двойка мы разумеется понимаем что наша запись вот это вот третье пока нет реплицировалась и мы просто не будем доверять ответ такой реплики а спросим у следующей вот берем спрашиваю следующей реплики какой ответ следующая реплика сообщать нам пятерку это правильный ответ и говорит что последняя запись в логе имеет номер 4 и вот наша запись есть и мы доверяем ответ этой реплики и у третьего тоже спрашивать не будем ну соответственно лидера тоже спрашивать не будет понять или алгоритм я надеюсь что понять пример номер вернее модель консистентность номер два монотонное чтение пусть у нас есть клиент который что-то записал на лидера ну например тоже значение по ключу к и лидер ему ответил и у нас есть две реплики вот эта реплика быстрая быстро а вот эта реплика медленная и вот здесь репликация произошла на реплику 2 очень быстро вот произошла репликация а на реплику 2 она произошла очень медленно тогда представим что у нас есть клиент он запрашивает данные с реплики 1 на реплику 1 репликация уже произошла и мы получаем ответ вот наш ответ позже чем перезагружаем страницу и наш запрос в этот раз попал на реплику 2 и пришел на реплику 2 до того как репликация была завершена следовательно мы ответ не получили нас конечно такого ключа нет чему-то соответствует реальной жизни вы заходите на сайт видите некую допустим новость обновлять страницу новость пропадает обновлять страницу еще раз новость появляется обновлять страницу еще раз новость пропадает плохо давайте такое чинить метод номер один называет запоминание собственно номер последней записи собственно аналогично чьим собственной записи мы будем при каждом запросе узнавать номер последней записи в журнале важно что при чтении собственной записи мы делали так только для запросов на запись а при монотонном чтении мы будем делать так еще и при запрос на чтение то есть мы берем из и делаем запрос нам отвечает не только результат ну вот допустим но это будет клиент туда реплика 1 вот это реплика 2 при каждом запросе мы будем напоминать номер последней записи в логе если мы читаем со второй реплики а у нее номер запись номер последней записи меньше чем запомненный том ответ этой реплики доверять не будем и перезапросим какой-нибудь более быстрый понятен для алгоритм хорошо а есть логерин гораздо проще который на самом деле вот везде используется мы будем все чтение производить из одной той же реплики но очевидно что если мы все чтение производим из одной той же реплики то мы не можем не прочитать данные которые однажды которые однажды увидели потому что реплику записи в журнале только добавляются как выбрать такую реплику но у нас есть до центра что такое до центр это группа реплик которая географически расположена более-менее близко друг другу то есть вот нас дата центр 1 и все эти реплики расположены близко друг другу вот этот центр 2 мы выберем ближайший клиент до центр ближайший в географическом смысле до которого сообщение будет идти меньше всего а внутри дата центра определим номер клиентской реплики похожу то есть возьмем просто хэш от юзера и допустим равен трем и вот она наша реплика хорошо есть проблема иногда мы за центре меняем количество реплик например у нас было три реплики мы взяли и добавили новую ой прошу прощения мы взяли и добавили четвертую реплику разумеется часть клиентских запросов должна пойти на новую реплику потому что а зачем мы иначе вообще добавлялись ли с ним никто читать не будет и такие клиенты которые раньше читали скажем встречи реплики а теперь стали читать 4 реплики могут столкнуться с монотонным чтением ну по понятным причинам потому что на четвертую реплику пока могло нет реплицироваться все то что было на третьей реплике мы в принципе согласно кем мириться но для уменьшения числа таких клиентов мы будем использовать консистентное хэширование которое мы рассматривали раньше если при использовании обычного хэширования у нас вот такая очень большая доля клиентов сталкивался могла столкнуться с монотонным чтением то при использовании консистентного хэширования только вот такая доля клиентов ну очень маленькая может столкнуться с монотонностью чтения вот консистентное хэширование круто ну enter разумеется число реплик системы еще одна проблема у нас клиент бывает переезжает например клиент раньше жил рядом с центром а а сейчас клиент будет жить рядом с центром б и разумеется клиент клиентские запросы или должны идти в новый центр то есть раньше они шли вот сюда вот теперь они будут идти вот сюда вот разумеется клиент может столкнуться темнотонностью чтения потому что вот на эту реплику на новую могло нет реплицироваться все то что было на старый тут мы пользуемся предположениями из реального мира потому что если клиент переехал поближе к другому центру он скорее всего как-то ехал ну то есть на самолете на поезде на машине короче на физическом виде транспорта и скорость физического транспорта гораздо больше чем гораздо медленнее чем лак репликации то есть пока клиент вебен а если вы используете в пенту вы сам себе злобным буракином это раз но во вторых скорее всего если вы используете в пенту вы липена об этом знают и они вас не будут случайным образом перемещать по миру то есть скажем как вы когда подключаете в пент вы же выбираете через какую страну ваш трафик пойдет например у вас ее с трафик строго там через в какой стороне у нас все можно ничего не заблокировано ну не знака голландия нидерланды конечно вот весь трафик у ждет через нидерланды и если вы поменяете страну внезапно решите ваш трафик гнать через например какую-нибудь британию то разумеется вы можете столкнуться с проблемами ну простите вы как говорится сам дурак ну то есть да на некоторых сайтах про можно провести эксперимент зайти стора обновить страницу туда туда же про не в пене авторе потому что в пен он все-таки за него вы деньги платите там вас пускают через нужную страну какую захотите авторе конфигурация более-менее случайно происходит вот там но в торе он тоже происходит редко и за то время пока в торе произойдет переконфигурация репликация успеет потому что вот тут красочный при даже не стором а с физическим перемещением клиентов клиент куда-то переедет удаст репликация успеет произойти потому что клиент переезжает на новое место к новому центру несколько часов если у нас репликация занимает несколько часов если он слаг репликации несколько часов то не на то на чтение до последнее чем мы вообще должны думать первую очередь мы должны все таки думать о том как нам починить нашу репликацию чтобы она занимала несколько часов а ну несколько секунд вот соответственно если а вот если наша реплика упала мы тоже должны начать считать из другой реплики таким образом мы можем получить не монотонное чтение но опять же реплика упала начали читать из другой реплики а на нее пока что все всего этого нет реплицировать соответственно на вот этот алгоритм гарантирует монотонное чтение не всегда а в отсутствие сбоев и в принципе это довольно разумное предположение потому что если у нас реплика упала то небольшой процент клиентов опять таки если он спал одна реплика тушок клиентов на ней сидела ну порядка одной эндой то одна энная клиентов которая столкнется с ним монотонным чтением не монотонное чтение тоже ничего страшного ну пропадет новость сайта например ну в принципе это не самое страшное чем может столкнуться в жизни и мы на такое обычно идем поэтому вот такой алгоритм он очень практическим используется практически везде где вообще есть какая-то репликации где люди думают о монотонности чтения есть вопрос да конечно а что если лаг репликации стал довольно большой но при этом данные поступают в лидера как в таких случаях вообще догнать лидера реплика в таких случаях у вас проблемы и нельзя никак ну скажем так нет единого решения можно применить троттлинг и на ли и заменять и замедлять пишущие операции на лидера чтобы реплика успела сгрестись и догнать нас то скажем мы если латности каждой операции повысим ну на там на четверть скорее всего клиентам это не покажется очень страшно скажем вы отправлять сообщение и ждете не одну секунду одну секунду с четверки вы этого практически не заметите но запросы будут обрабатываться на лидере дольше и наша реплика успеть догнаться догнать на цепь другое можно возможно нашу реплика обществует вывести из эксплуатации если он тормозит систему и сделать куда более быстро возможно с этим можно просто смириться и подождать ну например типичные истории никогда а у нас типичный сорт когда у нас скажем систему загружается некий огромный бач данных так огромный бач данных у нас загружается в систему достаточно редко то это можно иногда перетерпеть ну в целом какого-то единого решения нет нужно смотреть по ситуации нужно смотреть какие у вас пользуются практики для такого ну вот тротлинг это достаточно часто применяем решение но практическое больше вопросов нет раздражает недорого для сервера то есть участие все равно время в увеличивается в том на четверть да так что он в том и суть что у нас лидер дольше исполнять операции у нас реплика успевает воду гнать получается что сервер меньше выполняет операции то же время то есть и он стоит он стоит дороже ну смотрите опять в чем у нас проблема проблема в том что у нас лак репликации стал огромный на реплике очень устаревшие данные поэтому до замедлить лидера это в принципе решение чтобы реплика успел догнать лидером и разумеется мы не будем на разумеется мы на лидере замедлим только исполнение клиентских запросов мы не будем замедлять отдачу логов например уже дело так что клиентские запросы исполняли меньше потоков скажем раньше клиентские запросы по трат пул из 8 потоков а мы сделаем так чтобы в этом патрику ли тебе стало 4 поток количество там потоков трат пули раздающим журнал наоборот увеличим то есть ну я бы не сказал что это станет что-то дорого но опять же нужно смотреть если вы тупо воскнете 3 . slip куда-нибудь то да скорее всего это станет не очень хорошо а если скандерт пулы поконфигурируете то это уже значительно лучше не понял спасибо поэтому да с этим нужно аккуратно чтобы время зря зря не терялось то есть терять время зря не надо давайте лучше выделим время что не полезно прям на отдачу логов или на сжатия скажем логи же можно передавать уже в жатом формате хорошо давайте дальше есть еще одна гарантия консистентности называется чем согласованного префикса сразу скажу что если у вас нет шардирования вы его вы эту гарантию получать автоматически проблем случается когда шардирование есть забегу вперед и сделаю спойлер проблема заключается в том что вы у вас на шардах на разных шардах раздала к репликации и вы можете прочитать некую сущность которая чего-то зависит а вот то чего она зависит вы еще не прочитаете давайте посмотрим например вот у нас есть два шарда 1 2 и у каждого шарда есть репликация асинхронно то есть там один лидер один одна реплика пусть клиент пишет сообщение и пишет сообщение на первый шард а у первого шарда очень большой лог репликации то есть репликация произойдет только вот здесь вот с другой стороны второй клиент отвечает на сообщение на сообщение м вот как это может выглядеть у нас сообщение м и вот на него есть ответ р соответственно клиент б пишет ответ на сообщение и этот ответ подать на второй шард по какой-то причине ну шардирование так настроено и у второго и у второго шада лог репликации очень маленький то есть вот здесь репликация уже совершилась далее писан третьего клиента он читает сначала со второго шарда и читает сообщение r потом читать с первого шарда и сообщение м он не получает то есть у него есть сообщение ну отсутствующие и на него является связано сообщение р понятно ли проблема то есть мы видим зависимую сущность но не видим сущность от которой мы зависим как такое можно решать номер раз решение это настроить схему шардирования например у нас если сущность y может зависеть от сущности x давайте будем хранить на одном шарде например вот в примере с чатом давайте все сообщения из чата будем хранить на одном и том же шарде сделать очень просто у нас вот есть чат там есть сообщение сообщение бывают ответы и у чата есть чат айди и шардировать мы будем не по иди сообщения а по иди чата и все сообщения конкретного чата окажутся на одной секции в одной секции теперь у нас таких проблем не будет проблема в том что сделать может далеко не всегда представить себе ситуацию в которой ну отвечать на сообщения других чат это глупо а вот какую социальную сеть вроде twitter представить себе можно например у нас лента пользователя со всеми постами комментариями с тем кто его лайкнут хранится на одном на одном шарде но пользователь же своей ленте может не только что-то напечатать он может ретвит на запись другого пользователя и запись другого пользователя может лежать на другом шарде таким образом мы видим что пользователь сделал ретвит а вот кого на ретвиту не ясно потому что запись пока нет реплицировать хорошо да оверх понятно лета есть общие методы специфичные для приложения например если мы видим сообщение р есть сообщение нул который мы пока не знаем что это за сообщение мы его пока не получили а ответ на него лежит сообщение р к которому уже знаем давайте просто пока не будем отображать сообщение р росту весь трет просто отобрать пока не будем как только медленный шарт все-таки передаст на сообщение м местула у нас будет сообщение мы весь третий отобразим разум но такой очень простой метод обычно используются подобные вот вот предыдущий и и этот метод обычно часто используются есть более общий метод который используется достаточно редко суть его в версионировании записи у нас каждая запись логи будут хранить не одно число порядковый номер в текущем логе в логе текущего шарда а н чисел например вот посмотрим пятую запись 5 это запись в логе порядковый номер в логе 2 шарда а 4 и 2 это номер записи которых мы зависим что мы зависим от четвертой записи в логе 1 шарда и от второй записи в логе 3 шарда соответственно если мы прочитаем всего шарда записи с первой по третью нас не устроит потому что мы зависим от четвертой если мы прочитаем спира с третьего шарда за первую запись у нас тоже устраial потому что мы зависим от второй то есть мы хотим читать записи не позже тех от которых мы зависим. Ну вот, можно придумать несколько алгоритмов, которые в таком порядке делают запросы. Вот один из них. Изначально у нас все сообщения равны нулу. В бесконечном цикле делаем следующее. Дальше. Пробегаемся по сообщениям. Пробегаемся на VODM, где это число шардов в системе. И если мы не знаем ничего о item шарде, мы берем и запрашиваем с него информацию. FitchShard просто запрашивает последнюю запись шарда. Дальше берем и пробегаемся по всем парам элементов. Вот с item от 1 до n. Житая тоже от 1 до n. Ну и пары, разумеется, должны быть неравны. Если версия житая, версия item пока не нул. И версия житая пока не нул. Смотрим. Может ли item версии инвалидировать житую? Вот это вот проверяет текущая запись с item шарда зависит от каких записей с житого шарда. То есть вот item шард, на нем есть запись витая. И есть житый шард, с него у нас есть запись вжитая. Мы смотрим, а витая зависит вот от этой записи или вот от этой. Понятно ли? Понятно же ли, как мы определяем зависимость? И, соответственно, если запись item шарда зависит от записи позже, чем мы имеем из житого шарда, то версию житого шарда мы выкидываем. Она нам больше не нужна, потому что мы хотим более позднюю получить. И, соответственно, проставляем, что у нас произошла инвалидация. И пока у нас происходит инвалидация, мы крутимся в этом цикле. Если инвалидация не произошла, значит, мы нашли нужный набор версий. И можно возвращаться. Разумеется, у нас записи могут бесконечно инвалидировать друг друга. Например, мы с первого шарда прочитали первую, запись один, с второго шарда запись два. И вот эта первая запись первого шарда зависит от записи более поздней. Хорошо. Удалили вот эту запись. Получили запись два штрих. А она зависит от более поздней записи, чем один. Получили запись один штрих. Она зависит от записи более поздней, чем два штрих. Получили запись два штриха. Ну и так далее. То есть записи могут друг друга бесконечно инвалидировать. Поэтому завершаемость данного алгоритма не гарантируется. Понятно ли это? Мы же все равно обновляем версии, так? Да, конечно. Ну вот, в фейш-шарт мы получаем новую версию. В фейш-шарт. Ну вот за счет того, что алгоритм может не завершиться, мы и не используем его практически никогда. Мы обычно либо настраиваем схему шардирования, либо используем методы, специфичные для приложения. Понятно ли это? Хорошо. Переходим дальше. В чем еще вообще проблема с версионированием записей? В том, что, допустим, нужная отсущность появилась в четвертой записи. Вот в этой. Нет, прошу прощения. Вот в этой. А в шестой записи нужная сущность была удалена. В таком случае все становится гораздо хуже, потому что нам нужно запрашивать записи не позже четвертой, а строго в определенном диапазоне. Как можно такую проблему решить? Решительный раз мы никогда не удаляем записи, мы никогда не удаляем данные. Вот только, например, если нам нужно данные удалить, мы помечаем их как удаленные. В таком случае, опять же, сообщение будет не неизвестное, а вот так и будет. Сообщение удалено, написано. Но при этом ответ на него мы можем все еще отобразить. То есть даже при том, что сообщение вспомечено как удаленное, и пользователь отобразится как удаленное, мы все еще можем отобразить на него, отобразить ответ. Либо мы можем оспорить персистентную структуру данных, у которых можно запрашивать строго нужную версию, скажем, у которых можно запрашивать строго версию в соответствующем вот этой строке, четвертой. Ну, нужно ли мне говорить, что это безумно дорого, что вот это точно никто не делает. Персистентную структуру данных, которые там нужно запрашивать любую версию, таким люди точно не занимаются. но вообще можно чисто теоретически так вот наше занятие подходит к концу мы сегодня достаточно много говорили вы об об и венчал консистенция применение к репликации а можно ли говорить об и венчал консистенции применение их репликации а к чему-то другому ну например к к шардированию давайте посмотрим представьте себе графу вас в данных в которой вершины являются объектами например это профиль людей в социальной сети а ребра это отношение между объектами например между а и b и стребро если а подписан на b ну вот пример графа простенького как мы будем делать такую базу данных мы будь ну во первых очевидно хранить будем хранить вершины списка смежности то есть у нас граф будет храниться вот так вот 1 2 потому что из единицы у нас только одно ребро 2 3 потому что из двойки у нас только одно ребро в тройку и 312 потому что из тройки у нас вот два ребра 1 и 2 хранить ее несложно сложно шардировать давайте будем шардировать по вершинам ну и вам каждая подложка вершин хранить на своем узле то есть вот здесь мы храним первую и третью вершину а вот здесь мы храним вторую вершину и ребра исходящие из вершины в мы будем хранить на том же узле, что и В. Понятна ли модель данных? Вот это практический пример. Такая штука, ну, я не знаю, используется ли сейчас, когда-то использовалась у Фейсбука, называлась ТАУ. И Шардилл ровно вот таким вот способом. В чем проблема? В том, что иногда у нас есть симметричные отношения, когда ребро из А в В немыслимого без обратного ребра. Например, это отношение дружбы в социальной сети. То есть в реальном мире это можно так, что А является другом Б или, по крайней мере, считает Б своим другом, а Б не считает А своим другом. Но в социальных сетях такое невозможно. В социальных сетях у нас все-таки дружба – это симметричные отношения. Вот. И когда А и Б заключают дружбу, у нас А необходимо добавить список ребра, исходящих из Б. И наоборот. А если это ребра, если вершины А и Б находятся на разных узлах? Ну, то есть вот типичный пример. Вот здесь живет вершина А, а здесь вершина Б. И нам нужно добавить Б в список ребер, исходящих из вершины А и А в список ребер, исходящих из вершины Б. При этом сделать тоже транзакционно. Но очевидно, почему? Потому что если мы сначала добавим одно, потом другое, то у нас получится так, что в какой-то момент у нас будет ребро из А в Б, а из Б в А не будет. И можно использовать распределенные транзакции. В принципе, это подход. Проблема в том, что распределенные транзакции часто. Это довольно сложно и дорого. Давайте посмотрим, можно ли жить без распределенных транзакций. Будем добавлять по следующему алгоритму ребро. Мы даваем ребро А, Б на узел, на котором хранится А. Новое ребро. Здесь пока нового ребра, заметим, что нет. И пометим ребро как сломанное. Ну, не рабочее. После чего мы добавим на ребро Б на узел, на котором хранится Б. Вот новое ребро. Да, если у нас что-то идет не так, мы просто прерываем операцию. Просто берем и вот ничего не откатываем, никаких транзакций не делаем. Просто берем и прерываем операцию. Вот. И здесь вот. Далее, первое ребро из А в В. Оно у нас было помечено как сломанное. После того, как мы добавили ему пару, то есть после того, как у нас было вот сломанное ребро, а мы добавили ему пару. Значит, ребро больше не сломано. Помечаем его как не сломанное. Если произойдет сбой, например, вот на этой операции произошел сбой. У нас база данных осталась вот в таком состоянии. Нам нужно снизить что-то делать. Давайте он просто фоновый процесс будет сканировать локальную базу и искать сломанные ребра. И если вы нашли сломанное ребро, то давай ему пару, если нужно. Вот ситуация номер раз, когда нам нужно добавлять пару. А вот ситуация номер два, когда ребро уже сломано, но при этом пару ему добавлять уже не нужно, потому что пара уже существует. разумеется, в этом случае у нас, возможно, нетранзакционность. Например, типичная ситуация, когда вот эта ситуация номер два, когда у нас ребро из АФБ считается сломанным и не работающим, а ребро из БА считается не сломанным и работающим. Ну мы говорим, ладно, иногда у нас могут быть сломанные, сломанные отношения дружбы. Такое, что А является другом Б, а Б не является другом А. Это нормально. Давайте будем просто с этим спокойно жить. Эвенчуэля, когда оба узла поднимутся и смогут друг до друга достучаться, мы все починим. Понятно ли это? То есть это тоже речь об Эвенчуэл консистенции, потому что Эвенчуэля оба узла поднимутся, будут друг для друга доступны по сети и мы сможем все ребра починить. Давайте переходим к следующей теме. Мультилидер репликация. Я расскажу вам не полностью, только небольшую затравочку, чтобы на следующей лекции мы все успели. В чем мультилидер репликации отличается от лидер фолловер? В том, что в мультилидер репликации, как следует название, можем писать в любого из лидеров. Следовательно, это уменьшит задержку записи, потому что мы можем брать и писать в ближайшего лидера географически. Во-вторых, у нас несколько лидеров принимают запросы на запись, следовательно, это очень сильно увеличивает пропуску способность на запись. И, разумеется, это увеличивает надежность, потому что даже если один лидер упал, у нас есть еще несколько лидеров, которые тоже принимают запросы на запись. Можно было даже не говорить про это, а рассмотреть такой мотивирующий примерчик. Пусть у нас есть приложение с заметками, и заметки пользователя, во-первых, должны быть доступны с любого устройства. То есть, создали заметку с компьютером, она появилась на телефоне. Поэтому у нас заметки должны очевидно синхронизироваться через интернет. С другой стороны, заметки должны быть доступны и без интернета. Например, мы работаем с заметкой на телефоне, заехали в метро, интернет пропал. Заметка все равно должна быть доступна. Более того, не только на чтение, но и назад. Например, уже не актуально, потому что в Питере в метро наконец появился нормальный интернет. Хорошо, мы заехали в метро на красную ветку, у нас пропал интернет. Заметка должна быть доступна не только на чтение, но и на запись. Мы не можем сказать пользователю, чувак, твои заметки мы тебе не покажем, потому что у вас интернета нет. Ну, это как-то глупо. Значит, каждое устройство в такой системе является лидером. То есть, вот компьютер является лидером, потому что он принимает запросы на запись. И телефон тоже является лидером, потому что он тоже принимает запросы на запись. Они должны, во-первых, синхронизировать данные, чтобы они были одинаковые там и там. А во-вторых, уметь работать в условиях автономности. Понятен ли принцип? Хорошо. Давайте поедем дальше. Как вообще мультирепликация может быть сделана? Например, у нас есть несколько дата-центров. И в каждом дата-центре свой лидер. Вот здесь лидер раз. Вот здесь лидер два. Внутри каждого дата-центра, кроме лидера, есть несколько реплик. Между лидером и этими репликами обычная лидер-фолловер-репликация работает. То есть ни один из этих реплик не может принимать запросы на запись. А лидер может. А лидеры друг с другом общаются, синхронизируют записи. И каждый лидер может принимать запросы на запись. Почему схема вообще такая часто используется? Потому что, несмотря на то, что мы хотим уметь масштабировать чтение иногда, не всегда. Иногда это не нужно. У нас все равно, мы хотим масштабировать запись. У нас все равно, практически всегда, записей на порядок меньше, чем чтений. Может быть, даже на два порядка. Поэтому мы все равно должны уметь масштабировать чтение лучше, чем запись. Поэтому такая ситуация, при которой у нас несколько... В каждом центре только один лидер и много реплик, в принципе, достаточно актуально. Потому что читаем мы значительно чаще, чем пишем. Ну, а несколько лидеров мы заводим для того, чтобы, например, уменьшить задержку на запись. Чтобы мы могли писать не в какого-то лидера, далеко находящегося непонятно где, а в ближайшего к нам. В чем проблема? В том, что у нас бывают конфликты при записи. Например, когда у нас два лидера и два пользователя. Первый предлагает k равна 5 сделать запись. А второй предлагает по ключу k записать значение 2. Это очевидно конфликтующие записи, потому что k не может быть равна одновременно и 2, и 5. Эти записи являются проблемой даже в отсутствии аппаратных сбоев. Потому что нужно как-то решать эти конфликты. А в случае аппаратных сбоев ситуация становится значительно хуже, потому что у нас не просто есть конфликтующие записи, но реплики даже не могут синхронизироваться и обнаружить конфликт. Понятно ли проблема? Хорошо. Решение номер один. Синхронное разрешение конфликтов. Мы не говорим пользователю, что его операция завершена, пока не отриплицируем ее на всех лидеров. Ну или хотя бы на кворум. Это в принципе идейно эквивалентно протоколом PAX, SRAFT, который мы уже изучали. Очевидная проблема с низкодоступностью. У нас изолированы... Представим, что у нас есть несколько лидеров. Допустим три. Раз, два, три. И вот так вот у нас произошел partition. И вот эти лидеры, нижние, могут соврать кворум, могут принять запрос на запись. А вот этот лидер изолированный, он запрос на запись принимать не может. Следовательно, у нас низкодоступность. По-другому и быть не может, потому что как теорема говорит, что если у нас есть консистентность, и нет конфликтов, и все конфликты обнаруживаются и разрешаются вовремя, то у нас низкодоступность. Во-вторых, у нас высокая задержка записи. Это тоже очень плохо, потому что пользователь должен ждать, пока его запись отриплицируется на кворум лидеров. То есть мы пользователю не говорим, что твоя запись сделана. Иди с миром. А пользователь ждет, пока кворум лидеров согласится с его записью. А мы же хотели снижать задержку на запись. Мы же хотели, чтобы пользователь писал не в какого-то лидера, который непонятно где находится, а в лидера своего локального местного центра, до которого идти мало. То есть мы хотим возвращать пользователя, к которому только один лидер обслужил запись. Тогда все равно репликация произойдет. Но она произойдет в фоне, она будет невидимой для пользователя. То есть ответ придет быстро о том, что твоя операция завершена. А фоновая репликация, она не так важна. Она фоновая, как ни странно. Хорошо, решение номер два. Избегание конфликтов. Если параллельные изменения объекта X могут привести к конфликту, например, как вот здесь. Мы параллельно меняли значение по ключу K. Очевидный конфликт между этими двумя записями. То давайте все запросы на изменение объекта X направлять через 1 лидера. Давайте своим пример с объявлениями, которые у нас были в начале лекции. Все запросы на изменения моих объявлений будут проходить через моего локального лидера. Логично. Потому что свои объявления могу менять только я. значит, и все запросы на изменения пройдут через моего локального лидера. На практике такая стратегия часто используется и помогает уменьшить количество конфликтов, но полностью от них не избавляет. Есть много примеров, когда такая стратегия неприменима. Например, пример с объявлениями – Headhunter. И мы – очень большая компания. У нас головной офис расположен где-нибудь в другой стране, ну, в США, например. А в Питере расположен локальный офис. И локальный офис может делать объявления с оферами. Ну, просто взять и объявление о вакансии выложить на сайт. Но у нас головной офис в другой стране, далеко. И там сидят самые-самые-самые-самые главные HR. И, разумеется, эти самые-самые главные HR должны иметь возможность изменять все объявления, в том числе сделанные питерским филиалом. Это автоматически означает, что… Ну, и разумеется, мы не хотим, чтобы самый-самый-самый главный HR ждал, пока его запрос дойдет до питерского дата-центра. Мы хотим, чтобы он был обслужен местным, локальным, американским дата-центром очень быстро. Поэтому в таком случае такая ситуация, такая стратегия избегания конфликта просто не сработает. Во-вторых, вот, допустим, мы уже не сайт с объявлениями, мы уже поменяли приложение, а мы теперь банк. У нас есть счет банковский. Деньги на банковский счет можно переводить из любой точки мира. Опять же, значит, мы не можем все запросные изменения счета проводить через одного лидера. Просто физически не можем. Иначе у нас не будут работать переводы из любой точки мира. А мы хотим, чтобы они работали. Мы же не Супербанк. Или еще более простой пример. Пользователь переехал. Пользователь переехал к новому дата-центру. Теперь все запросные изменения его сущности должны проходить через новый дата-центр. Но на практике, если вы реализуете избегание конфликтов, оно, скорее всего, уменьшит число конфликтов в системе. Потому что обычно пользователи действительно меняют только небольшой клочок информации. И этот клочок информации можно хранить на сервере рядом с пользователем и все запросные изменения через него гонять. Но нужно учитывать, что помогать далеко не всегда. Решение номер три, последнее на сегодня, это CRDT. Как расшифровывать CRDT? Это conflicts-free replicated data types. То есть реплицированные типы данных бесконфликтные. То есть конфликтов в CRDT в принципе не бывает. Применение операции в любом порядке приведет к одному и тому же результату. Вот пример с К равно 2 и К равно 5. Вот здесь порядок важен. Итоговое значение будет либо 2, либо 5. Ой, я к этому пока не должны видеть. Вот. А в середине такой проблем в принципе нет. В середине не бывает конфликтов. Там операция в любом порядке дает один и тот же результат. И с помощью протокола GOSIP, который уже упоминался, все операции когда-нибудь реплицируются на каждый узел. Следовательно, а если мы встречаем вот такое слово, когда они будут реплицируются, то мы видим венчал консистенции. В итоге итоговое значение на каждом узле будет одинаковым в итоге. Как только все операции отреплицируются на каждый узел. Вот. Так, ну на сегодня все, потому что дальше у нас достаточно большая тема с векторными версиями. Есть ли вопросы? Ну то есть вообще это было темно, что у меня соединение между шардированием и репликацией, да? Нет, ну шардирования сегодня практически не было. Шардирование сегодня было только вот в контексте чтения согласованного префикса. То есть это репликация. Мы обсуждаем. И более того, на следующем занятии мы тоже будем говорить про репликацию. Мы будем говорить про репликацию с высокой доступностью и низкой консистентностью. То есть помните, вы изучали алгоритм PaxSraft. Ну типа. Это ведь тоже репликация. Ну да. То есть в PaxSraft все узлы хранят одну и ту же копию данных. Проблема в том, что мы должны приходить к консенсусу. Это очень долго. И на следующем занятии мы посмотрим. Видимо, оно будет через очень-очень нескоро, через две недели. Для C3, по-моему. О, господи. Я надеюсь, вы что-нибудь вспомните. Я прям вот очень... Потому что не хочу пересказывать все сначала. Ладно, видео будет выложено в любом случае. И на следующем занятии мы посмотрим в другую сторону от PaxSraft. То есть PaxSraft нам гарантирует высокую консистентность, но низкую доступность. Потому что у нас могут... Если мы не соберем кворум, то мы ничего не сделаем. А мы посмотрим, как можно жить в ситуации, когда консистентность там не так важна, но важна доступность. Если вы когда-нибудь слышали про Amazon Dynamo, про Apache Kassandra, про React, про Voldemort, мы уйдем вот в ту сторону. Ну, я думаю, все на сегодня.